Ну все, можем начинать. Мы говорили на позапрошлом занятии об источнике конкретных низменных склонностей человека, плохих качеств. И учили то, что их источник – это любовь к этому миру. Каждая страсть какая-то, в ее корне лежит любовь к этому миру. Теперь Рафшерки нас учит об общем источнике всей склонности к злу. Этот вопрос разбирает Маораль в книге «Несах Исраэль» во второй главе. И он задается вопросом, почему все создания действуют в соответствии со своим уровнем, со своей природой. А народ Израиля, несмотря на то, что он наделен уникальными духовными качествами, он все время впадает в пороки и склоняется к злу. Как это понять? И чтобы это объяснить, Маораль приводит слова из Талмуда в трактате Сука 52а, 52 лист. И сейчас мы их немножко разберем. Построен этот отрывок как комментарий на стих из пророка Юэля 2.20. Я его перевел. Можно по-разному перевести. Я перевел так, чтобы было понятно комментарий Талмуда на него. Северянина удалю от вас, изгоню его в землю безводную и пустынную, лицом его к морю древнему, а спиной к морю последнему. И поднимется зловоние от него, и пойдет смрад от него, ибо великое соделал он. Это строчка из пророка Юэля. И комментируют это мудрецы Талмуда в трактате Сука. Северянина удалю от вас. Северянин – это цфония. Есть такой принцип. С севера открывается зло из четырех сторон света. Север или левая сторона намекает на зло. И здесь они объясняют, что вот этот цфония, северянин, похоже на слово цафун. А цафун – это скрытый. И вот этот северянин – это склонность к козлу, которая скрыта в сердце человека. Дальше. Изгоню его в землю безводную и пустынную, то есть место, где нет людей, чтобы искушать их. Это Всевышний говорит о склонности к козлу. Удалю в землю безводную и пустынную, чтобы не искушал людей. Дальше. Лицом его к морю древнему. Море древнее – это он обратил взор к первому храму, то есть к древнему храму, обратил взор к нему и разрушил его, убил мудрецов, которые в нем. А спиной к морю последнему. Последнее море – это намек на второй храм, на который он, то есть северянин, то есть склонность к козлу, обратил взор, разрушил его, второй храм, и убил мудрецов, которые в нем. Дальше пророк пишет. И поднимется зловоние от него, пойдет смрад от него. Это означает, что он, то есть вот этот северянин, склонность к козлу, оставляет народы мира и подстрекает Израиль. Ему интереснее как бы почему-то подстрекать Израиль, склонять их к козлу, чем все остальные создания, чем народы мира. Ибо великое сделал он. Гигдиль Лаосот, что значит великое, значит он подстрекает великих, сказал Абая, то есть мудрецов, более всех. Вот такой комментарий, довольно непростой Талмуда. И в этом Маорали видит намек, что есть некий духовный принцип. Чем больше продвигается человек в святости, тем больше усиливается против него склонность к козлу, чтобы помешать его продвижению. То есть здесь говорится про народе Израиля, который он подстрекает, оставляя народы мира. А в народе Израиля он больше всего подстрекает мудрецов. То есть чем больше продвигается человек, тем больше против него усиливается вот эта склонность к козлу. И теперь нужно выяснить, что же такое эта склонность к козлу и почему она усиливается против человека в особых случаях. И согласно Маорали, важно, что склонность к козлу – это не какая-то отдельная сущность, типа какого-то демона с рогами, вилами и хвостом. Склонность к козлу – это напряжение, возникающее как следствие существования двух миров – мира природного и мира трансцендентного. И здесь Рафшерки приводят такой эксперимент умозрительный. Представьте себе большой стол, на нем лежит скатерть одна, и в центре стола мы берем щепоткой, поднимаем скатерть, пытаемся ее приподнять в центре. И в результате скатерть по краям прилипает к столу. Почему это происходит? Под действием атмосферного давления. И этот эксперимент иллюстрирует такой принцип, что природа не терпит исключительности. Мир природы стремится к однородности, к равному применению законов. И поэтому, когда некое явление, некий объект пытается отклониться от нормы, пытается выйти из ряда, то на него начинают действовать вот эти законы равновесия в виде давления для того, чтобы вернуть его к исходному состоянию. То же самое происходит и с человеком. Человек, если он создан по образу Божьему, по образу Божий – это чуждый, чужеродный элемент внутри природного мира. И когда человек пытается реализовать вот это свое соответствие образу Всевышнего, тогда природа начинает на него давить, притягивать его к себе, пытаться опустить на место, потому что природа не терпит какого-то исключения. Природа стремится к однородности всех ее законов. И поэтому, чем выше мы поднимаемся в святости, как отдельный человек, так и отдельный народ, народ Израиля, так и какие-то праведники великие, тем больше мы создаем напряжение и давление на себя природных сил вызываем. И это приводит к тяжким падениям. Чем выше человек поднимается, тем сильнее он падает, тем больнее он падает. И есть такой термин, известный ситра-ахра. Это одно из имен вот этой склонности козлу. И точное значение этого термина – это другая сторона. Что значит другая сторона? Это и раскрывает нам, что это как бы изнанка или другая сторона медали. То есть она всегда служит обратной стороной чего-то другого. Это подчеркивает вот этот термин ситра-ахра, что это не отдельная сущность. И другая сторона – это именно сторона, противоположная святости. Святость, у неё всегда есть вот эта обратная сторона. Обратная сторона склонности к добру, соответственно. И когда в человеке рождается желание продвигаться вперёд, выходить за пределы естественной реальности, в которой он пребывает, то в нём рождается также и противоположное желание, желание прилепиться к этой естественной реальности. И в этом глубокий источник склонности козлу. То есть определение склонности к козлу, источник её корня, который даёт здесь Рафшерке, это вот напряжение, которое возникает как следствие существования двух миров. Мира природного и мира трансцендентного. Вот такая идея. Какие есть комментарии или вопросы? Ну, я хотел бы сказать здесь несколько вещей. Во-первых, из этого следует, что склонность к козлу абсолютно необходима для равновесия. И потому что если будет одна только склонность к добру, то мы поднимаем здесь подсклонность. Если склонность к добру – это стремление к трансцендентному, а склонность к козлу – это стремление к этому миру, то они обе совершенно необходимы, потому что только когда они обе есть, есть равновесие. Одна только склонность к добру – человека просто сразу уведёт из этого мира, и он перестанет влиять на мир, он перестанет соотноситься с миром, и божественный замысел будет разрушен. Поскольку замысел состоит именно в исправлении этого мира, и через это исправление человека и поднятие человека. То есть без наличия этой привязки к естественному миру, к этому миру, человек вообще не сможет ничего сделать. Поэтому эта склонность к козлу абсолютно необходима. И тогда понятно, что она должна быть уравновешена со склонностью к добру, то есть к стремлению к продвижению к высшим мирам. Это касается не только из реалии, это касается тогда любого человека, который пытается продвинуться к высшим мирам. То есть любое продвижение, чем более силы этого человека, совершенно неважно тогда еврей или не еврей, он тогда будет иметь склонность к козлу, которая должна это уравновешивать, а иначе он просто уходит из мира. И тогда понятно, что это совершенно необходимейшая часть, то есть необходимая часть мира. И важно сохранять равновесие этих вещей. То есть не победить, чтобы одна победила другую. И из этого, кстати, мы можем понять... Да, здесь надо еще заметить, что когда говорится, что почему у Израиля так плохо, а у других народов не так плохо. Это невероятно, что он говорит, что у других народов не так плохо. Просто у других народов в соответствии с уровнем каждого. А в народе Израиля выше, чем, так сказать, в среднем по миру. И вот это выше, чем в среднем по миру, это из-за общего статуса народа Израиля. Но это вовсе не значит, что у других народов хорошо, а у евреев плохо. Здесь как бы этого совершенно нет. Просто почему у Израиля, у которого столько уникального духовного, почему у него такая же, такая сильная склонность к козлу, которая как бы не должна была бы быть теоретически из-за большой склонности к добру. А она на самом деле есть. Вот это, собственно, хочет обвестить мораль. Это важно отметить. Но еще я хотел бы отметить, что из этого понятен ответ на вопрос, который у нас остался в предыдущем обсуждении. Почему склонность к козлу не может молиться? Помните, что у нас на этом как бы история про рабе левица Коизбердичева, она на этом остановилась. Он сказал склонности к козлу, ну молись. И все, какой же ответ? Ответ, что он выиграл. Потому что иначе не кончилась бы история. У них служба-то в Бердичеве состоялась, в смысле, так сказать, молитва и все прочее. Мы не знаем, чтобы это прямо вообще закончилось, или кто-то другой его сменил. Это значит, что он победил эту склонность к козлу в вопросе молитвы. Она отступила. Почему? Потому что вся сущность молитвы состоит в желании продвинуться к трансцендентному. Это одно из элементов, которым человек передвигается к улам-аба, то есть миру трансцендентного. В этом смысле улам-аба тоже, наверное, неправильно переводить, как грядущий мир даже, а именно миру трансцендентного. И в этом смысле, когда молитва – это и есть обращение к трансцендентному, так это и есть то, что полностью противоположно склонности к козлу. Слонность к козлу-то пытается перелепиться к этому миру, поэтому молиться она не может. Она может изображать молитву, но никакой искренней молитвы у склонности к козлу быть не может именно потому, что она двигает человека к этому миру, а не к миру высшему. И в этом, наверное, ответ на историю раби Левицака. То есть она могла учить Тару. В том смысле, что изучение Тары – это такое интеллектуальное удовольствие, и она могла там ходить на всякие визиты, могла общаться с разными великими людьми, потому что в этом есть очень сильная примесь удовольствия этого мира. Как могут, не покажется странным. А вот в молитве не должна быть вообще примесь этого мира. То есть просьбы, которые есть в молитве, они все должны исходить из стремления к высшему миру. И именно поэтому склонность к козлу не может молиться. Мне кажется, вот такое объяснение. То есть человек, который встает на молитву, он, в принципе, бросает вызов этого миру, говорит, что я хочу отсюда выйти, и поэтому на него начинают действовать. Нет, 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 нет. Он не хочет отсюда выйти. Он актуализирует силу святости с высшими именами. Он вовсе не хочет из мира выйти. Он усиливает склонность к добру внутри себя. Но это не значит, что до степени ухода из мира. Просто ее усиливает. И в этом смысле это противоположно вот этой самой склонности к козлу. Мне кажется, что такой ответ. Как вам кажется? Я, если можно, ноту, которая немножко с другой стороны, не знаю, насколько она релевантна и справедлива, но, опять же, все эти разговоры, они, по-моему, как все время в двухполоскостях идут. С одной стороны, мы пытаемся понять, что происходит как бы со средним человеком. Но нормальным, скажем так, ни садик, ни садик, ни садик. Просто средний человек, как он может жить, может жить без ЕСРР, он не может жить без ЕСРР, а все время в качестве аргументации приводят людей, которые по этому находятся совершенно в других сферах. Люди, которые садиким, праведники и все. И тогда вот выстекает такой странный момент, что когда про среднего человека говорится, ну, вот у него понятно, и злое начало, и такое начало, нормально, но средний человек понятно, что у него перемешано. Окей, но когда говорят про садиким, и особенно вот эти вот, как бы, представления такие, которые настораживают, которые все время пытаются как-то с одной стороны сказать, да, он, конечно, садик, а не садиким. Да, но у них, конечно, вот, несмотря на это, вот такой парадокс, у них там, вот, стремление к озлу, или как их допекает ЕСРР, он даже сильнее, чем у обычного человека. И тогда как бы возникает вопрос, ну, хорошо, если непонятно, если ты берешь, чем садик отличается от простого человека? Тем, что он себя ведет более праведно, тем, что, ну, как бы, его поведение, как бы, как его определять, его влияние на окружающих. А откуда берется вообще эта тема такая, что у него отрицательного больше, чем у среднего человека? То есть, какая некоторая такая обратная пропорциональность, чем выше, тем, значит, как бы, сильнее у него идет вниз. Не связано ли это с этим? Вот это я сейчас такую революционную идею, скажем так, может быть, она неправильная. Не связано ли это тем, что по истории смотрело, что вот и садик и все прочее, а за ним, как бы, такие действия обнаружились, грубо говоря, которые вызывали удивление, как такое может быть, что садик, он себя так ведет. И тогда стали, вот, как обычно, религия, она задним числом оправдывает, да, как вот оправдывают или строят теории, как так могло случиться, что вообще самое высокое, божественное, как бы, повеление в наше время, постройку государства Израиля, это сделан и хелоним. Ну, так подрабатывается такая модель, что вот хелоним, это обратная сторона, как бы, религиозно, это то же самое, только немножко наоборот. И здесь, может быть, тоже, это, как бы, такая обратная реакция на то, что это надо как-то оправдать, да, придумывается некая философская схема, вот, о том, что чем больше, тем у него сильнее такое начало. По-простому это непонятно. Мне во всяком случае. Ну, я, если можно, сказал бы на это следующее, что, во-первых, о том, что у праведников сильнее склонность к ецарара, у мудрецов, это сказали мудрецы Талмуда. То есть, они сами про себя и сказали. Это не кто-то про них сказал. Не то, что увидел какие-то их дела и сказал со стороны. Они сами про себя так свидетельствуют. Но это не странно? Нет. Это довольно много... Нет, это в Талмуде неоднократно. То есть, это не то, что в одном месте написано. Это общая идея Талмуда, которая во многих местах, многие из мудрецов Талмуда это говорят. Поэтому здесь, я думаю, дело не в том, что кто-то что-то увидел и хочет это оправдать. А они так видят свою собственную жизнь. Это первое. Но, во-вторых, понимание каких-то вещей, ну да, оно происходит из-за столкновения с жизнью. Если ты говоришь сейчас про то, что не религиозные построили государство Израиль, это совсем другая вещь, да? Ты говоришь, что было представление в религии, что религиозные должны построить там приход Машеха или, скажем, Мурава Калиша в середине 19 века сионистское движение уже прописано, но его должны делать религиозные. А вдруг его сделали нерелигиозные, пришел Ряб Кук и за ним числоуправдал. Вот что ты сказал. Правильно? Если я правильно понял. Я, как бы, такую вещь высказал о том, что иногда создается впечатление, так мягко говоря, что религиозные модели или полостроение как бы видения мира, они призваны для того, чтобы задним числом оправдать что-то, что не вкладывалось в модели существующие до сих пор. Я же вам это и сказал, правда? То есть, мы взяли такой более социальный, более такой понятный нам вопрос, что предполагалось, что будут религиозные истории, а вдруг построили нерелигиозные, пришел Ряб Кук и стал оправдан. Вот это ты сказал, правда? Ну, да, если совсем опластить, то да. Ну, ты же это сказал. Окей, ну, а все эти за ним и Параву Кук и все остальные. Да. Теперь, я думаю, что это явление, это можно еще миллион всего такого, появилась теория физики развилась, космология, теория эволюции. Ну, мы тут стали объяснять сотворение мира через то, что там это эпохи и все на свете. Таких примеров можно найти миллион. Это не проблема. Но я думаю, что это действительно так и более того, что это правильно. Потому что развитие мира – это форма божественного откровения. То есть, как происходит божественное откровение? Не через пророков, которых сегодня нет, а через само развитие жизни. То есть, сталкиваясь с жизнью, и когда наши какие-то концепции начинают трещать и не соответствовать реальной жизни, да, мы их изменяем. Мы начинаем думать по-другому, мы начинаем пересматривать свои взгляды и изменять. Но это нормально, только так и должно быть, потому что жизнь – это и есть форма божественного откровения. Поэтому, когда мы с ней сталкиваемся, мы то, что видим в жизни как божественное откровение, на основании этого мы пересматриваем свои религиозные взгляды. Совершенно верно. Это можно назвать постфактум, но можно также назвать, что я это увидел, этому научился. Да, действительно, я раньше этого не знал, я совершенно согласен. Я раньше думал иначе. Я увидел по жизни, что я неправ, и поменялся. Кто причина того, что я изменился, ответ – жизнь. А как же жизнь? Получается, ты постфактум оправдываешь свои религиозные взгляды? Нет, я совершенно нормально пересматриваю свои религиозные взгляды из-за того, что я увидел жизнь, потому что я рассматриваю жизнь как божественное откровение. И вот как форму божественного откровения. И мне кажется, правильно. Это только так и должно быть. То есть это не постфактум оправдали, а так и должно быть. Увидев, мы меняем. И наши религиозные взгляды – это некий интеграл из того, что мы получили по традиции, из того, что сами увидели в жизни. Это все должно интегрироваться. Может, не надо на этом упираться. Мы хотели сегодня быть средней. Это мне кажется… Ты свойишь религию, чем тогда отличается религия от любого модельного построения психологии, социального поведения. Они тоже все время подрабатывают. Но человек от религии… Да, но средний человек от религии. Да, или вообще народ к религии относится. Что это соотношение с чем-то абсолютным. Это абсолютная правда. Это что-то высокое. Это Бог. Это Всевышний. Это все суперлатины, которые мы говорим. Невозможно это сводить к тому, что у нас есть доктрина социологии. И мы как бы все время подрабатываем. Если мы в предыдущий раз говорили, что самое главное лечение от ЕЦРРА – это учи Тору. А тебе говорят мудрецы, говорят, вот мы учим все время Тору, а у нас ЕЦРРА еще больше. Ребят, как такое может быть? Если современные мудрецы не смотрят интернет, ни Фейсбук, у них никаких нет героин, никаких нет вещей, которые их отвлекают. Откуда у них ЕЦРРА может вообще взяться? Объясни мне. Человек себе целый время вычитал мудрец. Подожди. Здесь есть два совершенно разных вопроса. Первое, ты сказал, что от религии мы ждем чего-то абсолютного. Это первое. Да, и с этим мы разберемся. Ответ. Религия – это вовсе не напрямую абсолютного, а это интеграл этого абсолютного и того, что мы видим в жизни. И то, что мы видим в жизни – это компонент. Это не только это. Чем отличается от психологии или социологии? Ответ. В психологии и социологии нет вот той традиции, с которой это надо интегрировать. То есть у эллигии есть две опоры. Первая – то, что мы получаем по традиции, то, что мы видим в жизни, что тоже является откровением. Мы эти две вещи интегрируем, а вовсе не стоим только на второй опоре. Чем это отличается? Тем, что мы не стоим на второй опоре только, но вторую опору мы тоже учитываем. В этом смысле, мне кажется, наоборот, правильно, что это должно интегрироваться. Поэтому здесь я не только не вижу, что это неправильно. Я, наоборот, считаю, что только так и нужно. Понимаешь? Это первое. А второе… Реформизм. Насколько я понимаю, это просто база с реформизмом. Нет, нет, нет. Понимаешь? Подработка религии по существующей действительности. Абсолютно с тобой не согласен. Это база модернизации, а не реформизма. Реформизм начинается, когда ты вторую, первую опору, исходную традицию, ты ее начинаешь ломать. Вот этого делать не надо. Ломать опору не надо. Надо их интегрировать. И этим отличается анодоксальная модернизация от реформизма. Реформизм начинается, когда ты выкидываешь важность этой традиционной опоры. А когда ты ее интегрируешь с тем, что происходит в жизни, это никакой не реформизм. Анодоксальная модернизация. Ну, например, факт, что когда Раф Кук переехал в РЦСР, то он стал совершенно иначе писать. Почему? Потому что он увидел другую жизнь, другую действительно, чем была в Литве, где он жил до этого. Он тоже там теоретически придерживался. Модернистский взаимов он точно придерживался, но сионизм он придерживался, так сказать, теоретически. Он его поддерживал, но не сравнить с тем, что он начал писать в стране Израиля. Это абсолютно другой мир. Именно поэтому, кстати, он не стал свои книги публиковать, дописывать вот это, Луневу Хеодор. И он начал писать совершенно по-новому все эти дневники. Совершенно новая вещь. Поэтому, на самом деле, наши религиозные взгляды, они вовсе не переданы по традиции. Они являются интегралом традиции и жизни. То же самое Майманник говорит. Как будет проходить мессианский процесс? Ответ мы не знаем. Вот некоторые основные моменты. Остальное посмотрим, когда будет. Что же посмотрим, когда будет? То есть, как он будет происходить, это и есть божественное откровение. Он это нам и показывает. Поэтому жизнь, религия ни в коем случае не должна игнорировать жизнь. Наоборот, она должна ее воспринимать. Поэтому дальше то, что ты сказал, что праведники, вот они отключены от интернета и фейсбука. Ничего подобного, ничего они не отключены. Нормальный праведник – это у нас сегодня проблема некоторых групп, которые закрылись от окружающего мира. Но нормальный праведник, конечно, должен быть вовлечен во все. Вот я, как раз там вчера по некоторому поводу обсуждал Елена Сколдавона. Он жил совершенно в закрытом мире. Он из комнаты своей не выходил. И к нему приходили там люди, он с ними учился, и только от них знал, что происходит. Но это было во второй половине его жизни. А в первой половине его жизни такая была вещь, когда он, то что называется, ушел в изгнание. То есть он путешествовал по разным еврейским общинам мира. И он там общался, он там видел, какая там жизнь. И там общался с разными людьми. Да, он не знал науку своего времени. Это верно. Но социальные процессы своего времени он прекрасно знал. Поэтому он и решил, что происходит. Началась эпоха Машеха Бан-Юсепа. То есть из того, что нашел свое завершение еврейских общин. Поэтому, конечно, праведник обязательно должен знать жизнь. Обязательно. Зато он не может никим праведником. И я тебе уверяю, что современные праведники, конечно, должны быть подключены и к Фейсбуку, и к интернету, и ко всему прочему. А вот с хорегимными праведниками здесь есть проблема. Именно потому, что из этого мы находимся на точке поворота и перелома. Раньше хасидские циадики, безусловно, знали жизнь. Это даже не вопрос. Окей. Хорошо, пойдем дальше. Нахман, включи свое видео и звук. Нахман, ты руку поднял? Или это случайно? Нахман раз, Нахман два, Нахман три. А, подожди-ка, это самое, может быть, нельзя. Посмотри, включить. Я нахману дал возможность снять мьют. А есть такое? Нет. Ты админ, посмотри, есть возможность. Ну, конечно, я сделал его. Ну, конечно, я сделал его. Да. Нахман, мы тебя не слышим все равно. Ты можешь включить микрофон? Ну, хорошо. Все, ничего не можешь. Он сам, его сам закрыт. Все, пошли дальше. Все, Андрей, давай двигаемся дальше, а потом посмотрим. Тогда идем дальше. Итак, от вот этой пары склонность к добру, склонность к злу, которая, как выясняется, является следствием противостояния другой пары, природный мир и трансцендентный мир, мы приходим к следующей диалектике – рабство и свободе. Как только мы приняли определение морали, что склонность к злу – это напряжение между природным и трансцендентным миром, из этого вытекает следующее определение. Если в природном мире доминирует жесткий закон, то в трансцендентном мире происходит царство свободы, если они полностью противоположны. И из этого следует следующее вывод, что склонность к злу – это напряжение между рабством и свободой. Из того, что мы поняли, что это напряжение между трансцендентным и природным, а природное является законным, значит, из этого следует, что склонность к злу – это напряжение между рабством и свободой. Иными словами, влечение к греху – это стремление к рабству в человеческой душе. Когда человек покоряется склонности к козлу, он ищет именно рабство. Это определение довольно неожиданно, потому что мы привыкли, что склонность к козлу пользуется такими аргументами, как «делай, что хочешь», что если праведник на самом деле подчинен каким-то законам, а склонность к козлу, она его искушает, говорит «делай, что хочешь». А доводы против склонности к козлу обычно, наоборот, опираются на шаблонные правила «делай так, а вот так не делай». Но на самом деле человек подчиняется склонности к козлу именно тогда, когда он пытается доказать себе, что он не способен сопротивляться соблазнам этого мира, что он не свободен, следовательно, не его вина. То есть человек, когда он сначала борется склонности к козлу, а потом он говорит, что «я не могу противостоять, это не я виноват, сил больше нет, поэтому получается он подчиняется вот этим импульсам». То есть в тот момент человек снимает с себя ответственность и передает ее кому-то другому. Фактически он подтверждает свой статус раба, когда он подчиняется вот этой склонности. Дальше. В Иерусалимском Талмуде в трактате «Ёма» приводится следующая история. Трактат «Ёма» 6.4. Раби Хага сидел рядом с Раби Маной в Йом-Кипур. И Раби Хага страдал от жажды и, чувствуя слабость, спросил Раби Ману, можно ли ему пить. Раби Ману сказал ему «пей». И спустя какое-то время Раби Ману спросил «ты пил?» Раби Хага ответил «нет». С момента, как ты разрешил мне пить, я больше не испытывал жажды. Талмуд здесь раскрывает нам важный принцип. Когда ему разрешили пить, то этим ему Раби Ману прояснил значение его личной ответственности. То есть, все время, пока Раби Хага считал, что он удерживается от нарушения Аллахи, тогда он боролся со склонностью к козлу. Ведь если Аллаха – это внешний фактор, который сильнее его и определяет его поведение, то то же самое можно сказать и о склонности к козлу. Вот сидит человек, у него с одной стороны Аллаха, который говорит «не делай, не пей», с другой стороны его склонность. Вот этот Есер, который говорит «хочу пить», он его воспринимал как внешние факторы. Однако, если это действие разрешить, тогда выясняется, что оно зависит от выбора человека. И тогда человек приходит к тому, что никто не может его одолеть, если он уходит от того, что есть внешние указания, как добрые, так и злые. И человек понимает, что и желание к добру, и желание к козлу зависит только от него. И поэтому этот Раби смог одолеть свою склонность. Когда ему разрешили пить, тогда он понял, что он имеет власть над обоими желаниями, и пить, и не пить. Дальше. В нескольких местах Талмуд приводит высказывание Раби Илая Азакена. Если видит человек, что склонность к козлу одолевает его, то пусть он идёт в место, где его не знают. Наденет чёрное, укутается в чёрное и сделает то, что желает его сердце. Но только не оскверняет имя Небес перед людьми. Такое странное высказывание, которое как бы оправдывает нарушение Аллахи. Но на него есть два комментария. Раши объясняет, что действительно лучше было бы, если человек покорился к этой склонности и совершил грех, но незаметно, чем если бы он это сделал публично, в том месте, где его знают. Однако Рабейну Хананель, которого цитирует Тосфот, он протестует. Говорит, конечно же, запрещено человеку совершать преступление, но вот это то, что здесь написано, одеться в чёрное, уйти в другое место, это в конечном счёте заставит человека воздержаться от преступления. То есть ему предлагают какой-то сложный путь, какие-то препятствия, которые пока он будет проходить, у него будет больше шансов удержаться от преступления. И тогда получается, что вначале мы должны дать человеку объяснение Раши, который позволяет нарушить, но с условиями, одевшись чёрной, уйдя в другое место. И в итоге, когда человек, опять же, как будто ему разрешили пить в пост, и когда он получит вот это разрешение, тогда он и избежит вот этого нарушения. Теперь мы видим, что вся проблема в том, что человек воспринимает склонность ко злу как отдельную самостоятельную сущность. И тогда это принимает человека с преступлением, если он как бы видит в ней отдельную сущность, примеряет человека с преступлением. Человек выбирает подчиниться злу, и через вот этот образ склонности ко злу как самостоятельной сущности он пытается снять с себя ответственность. Рамбам в предисловии к трактату «А вот» настаивает на том, что душа человека едина. И этим самым он стремится предотвратить то состояние, когда человек не воспринимает все свои силы как выражение своей личности, и начинает их делить. Вот это одна часть моей души, это другая, это добрая, это злая, там это какой-то дух вошел и так далее. И в итоге это ведет к оправданию нарушения, которые может выражаться в формулировках вроде «Ецер склонил меня к греху», «Ецер одолел меня», «Это сильнее меня». Все вот эти формулировки, они как бы говорят о рабстве. Это сильнее меня, кто-то меня склонил, то есть я не властвую над собой. Но на самом деле фраза «склонность козлу одолела меня» – это другой способ сказать «я хотел». То есть мы можем смотреть, что это какая-то другая часть «меня меня одолела», и это рабское восприятие. А можем сказать «я хотел, и поэтому я это сделал». Здесь мы полностью признаем за собой ответственность. И Расшерки хочет сказать, что если мы не снимаем с себя ответственность, то у нас больше силы одолеть склонность козлу. И вот эта как раз возможность одолеть – это и есть наша свобода, а свобода – это и есть ответственность. И вот это как раз имели в виду мудрецы, когда толковали стих из Шма «возлюби Бога всем сердцем твоим». И вот это там две буквы в слове «сердце», две буквы «б» понимали, как двумя склонностями своими «возлюби», то есть склонностью к добру и склонностью к козлу. Это означает «возлюби обеими склонностями», это означает, что человек должен выше находиться своих наклонностей, и что он находится выше своих наклонностей, и способен направить их на служение Богу. И это хорошо вырезали мудрецы в Мидрашея Коэлит Раба 5.1. Здесь чисто языковое такое наблюдение, что когда говорится о праведниках, когда говорится о злодеях, там разные предлоги. Мудрецы пишут, что злодей находится во власти своего сердца, и приводит ряд высказываний. «Сказал Исаф в сердце своем», то есть внутри своего сердца. «Сказал Ерваам в сердце своем», то есть как бы он находится внутри своего сердца, то есть внутри своих чувств, внутри эмоций. Это значит, что он ими порабощен. Когда говорится о праведниках, там идут другие предлоги. Праведники властвуют над своим сердцем, наоборот, злодеи во власти сердца, а праведники властвуют своим сердцем. И вот она, хана Медаберет Аль-Либа, то есть она говорит «на своем сердце или над своим сердцем», то есть она как бы находится вне его и сверху него, то есть она властвует над ним. «Сказал Давид Эль-Либо», то есть сказал Давид по направлению к своему сердцу. Опять, в отличие от, как слева сказано, он находится не внутри, а вне, и он дает команду своему сердцу, говорит Эль-Либо. И третий «положил Даниэль на свое сердце», Аль-Либо. То же самое он положил на свое сердце, то есть он как бы находится вне и выше, и властвует над своим сердцем. И этим праведники подобны создателю, о котором сказано в такой же форме, грамматически «Вайомер Ашем Эль-Либо», «сказал Господь сердцу своему». Под сердцем здесь подразумеваются силы души, а вот это «властвую» или «находится во власти» означает свободу человека или несвободу. Праведник решает реализовать свою свободу, данную ему тем, что он подобен создателю. А злодей ставит себя в положение получающего указания от сил своей души, то есть от своего сердца. Он находится внутри своего сердца, и там он говорит, принимает решения, то есть он находится под властью сил своей души. Не следует покоряться приказом естественного стремления, но с другой стороны не стоит и искоренять его. Его нужно использовать с умом для достижения цели человека. Мы возвращаемся к тому же, что все вот эти силы, которые вложил человек, которые вложил творец человека, как добрые, так и злые, они обе позитивны, они обе нужны, но человек должен именно ими владеть. И чтобы владеть ими, он должен быть свободен. Это значит, что он должен осознавать свою ответственность, свою власть над силами своей души, и не перекладывать его на другую силу, говоря, что есть какой-то Ецар, как самостоятельная сущность, которая может со мной что-то сделать, мне что-то указывать. У меня все, пока. Какие будут комментарии? Если есть комментарии, да. Я бы хотел заметить, что идея, что Тара приносит свободу, это классика. Это не то, что здесь вот сейчас новость некая, а известнейший медиа, что высечена на скрижалях, не читай Харут высечена, а читай Херут свобода. То есть, Тара приносит свободу, это классическая стандартная идея иудаизма, с одной стороны. Я эту идею очень, как бы, могу прочувствовать на социальном плане, историческом плане. Но вот прям такая ее проекция на психологию кажется мне несколько проблематичной. То есть, что значит проблематичной? Несколько декларативной. Ну, вот сказано, что вот там Тара нас там или правильно сделает свободным, а вот злодейство это самое, рабов своих страстей. Это какая-то все-таки ужасная, какая-то немножко, мне кажется, стандартная декларативность, не очень-то подкрепленная реальным ощущением. Поэтому весь этот отрывок для меня очень проблематичный. Окей. Есть кто-то, для кого этот отрывок не проблематичен? У Пинкаса есть с этим проблема. У кого-то нет с этим проблем? Нахман? Причем сама идея, что Тара дает свободу, вот что сапоги, это как раз на уровне истории, это безусловно так. На уровне социума, это безусловно так. Но на уровне индивидуума я не знаю. Я хотел выразить по поводу предыдущего, но это к последнему отрывку тоже имеет некое отношение, по поводу понимания, что такое это свобода. что это свобода. По поводу вот того странного места, что мы сказали, что у праведников более сильный ЕЦРРРА, что это свобода, это некое отсутствие очевидности. Когда у тебя есть очевидность, как в даровании Тары, когда там над тобой висит Тара, как гора, когда это слишком очевидно, где добро и где злод, и нет никакой свободы. Они были вынуждены признать эту Тару, а свобода возникает там, где есть некий туман, некая запутанность, да, ты сказать, такой вот темнота, да, в которую там Моше входит, когда как бы добро и зло, они как бы не очевидны, да, между ними как бы нет разницы особой явной, и поэтому только тут может возникнуть искушение. Это именно и есть ЕЦРРА, как бы, который одолевает праведников, что у них, им очень трудно, как бы понятие, в чём состоит воля Всевышнего, да, то есть сказать, у них есть некое смятение, это вот как бы свобода, с одной стороны, да, там отсутствие очевидности, то есть чем более человек становится праведным, тем больше ему там открывается, как бы, возможность, такие-сякие, и как бы очевидность становится всё, исчезает, как бы он начинает видеть там возможность воли Всевышнего во всём, понимаете, он может как бы по идее праведник может оправдать всё, и для него как бы исчезает в некотором смысле разница между добром и злом, оно как бы так нивелируется, и поэтому в этом смысле можно сказать, что вот его яцарара, то есть развлечение между добром и злом, то есть сознательно никто как бы зло не совершает, никто там не видит, что вот это добро, вот это зло, и пойду-ка я там совершу зло, обычно там зло маскируется под доброй, таким образом оно хитряется человека обмануть, единственная разница, это как бы обман кратковременный, вот, и потом человек как бы понимает, что это всё же было не совсем добром, как бы раскаивается, ну вот я в таком духе. Ну, такое вот общее замечание всё-таки, ну, как бы то, что мы говорим, я не хочу назвать это как бы апокрифы, это совершенно, наверное, не на это, в смысле, что это как бы всё-таки такие маргинальные вещи, не знаю, я всё время пытаюсь как бы по самой столбовой дороге пройти, но, наверное, всё-таки не зря человек, который возвращается в религию, как это называется? Хозер Батшуа. Человек Батшуа. Человек получает ответы. Как называется человек, который оставляет религию? Он называется Хозер Батшуила. Ну, хорошо, где по-вашему больше свободы? Человек, которому дают наши ответы? Хозер Батшуа – это не аллогизм, это вообще ни о чём не говорит. А, да? Ну, хорошо. Ну, а сейчас так считается, мне кажется, в этом тоже есть какой-то смысл. Люди приходят к религии для того, чтобы жить более запутанно, для того, чтобы получить ясные ответы. Можно? Ясные ответы, да, невозможно только на первых начальных шагах, а потом неволи становятся неясными, потому что человек входит в какую-то чащу, ну, если он вообще двигается по жизни куда-то. И, как бы, так сказать, проходит этап ясных ответов, а потом в какой-то момент он как бы должен выбирать между одним добром и другим. В этом состоит его выбор. Окей. А вот там ты наш присоединился, да, мы тебя слушаем. Привет, дорогая. Я думал, ты снял то, что я хотел сказать, но ты только начал. Вот возвращение, да, и я просто вспомнил, как это было у нас в России. Мне кажется, тут есть понятие вдохновения и какая-то энергетика. Потому что, когда человек возвращается к религии, у него появляется дополнительная энергия, дополнительная сила, он может сделать все. И он действительно в этот момент чувствует себя свободно. Там, Легавдиль, мы можем посмотреть там на Навального. Человек мог остаться как бы свободным, но он свободным чувствует себя и в тюрьме. То есть, когда у человека есть какая-то внутренняя энергия, внутренняя вера в справедливость, внутренняя стройная картина, что часто бывает у человека, который только как вот, Нахман правильно сказал, когда он возвращается, у него есть ответы на все вопросы. Потом, так сказать, и жизнью, и с проблемами как-то затуманивается. Но вот когда у тебя есть вдохновение, у тебя есть ответы на все вопросы, у тебя есть какая-то дополнительная энергия, тогда ты действительно становишься свободным. И в этом смысле как бы можно понять, что как бы религия делает человека свободным. Но удержать это, это, мне кажется, действительно как бы очень сложно. То есть, это можно испытать, это можно помнить, удерживать, но это сложно. Это как с любовью, да, это какой-то внутренней дополнительной энергии, внутренние дополнительные какие-то силы, которые позволяют тебе действительно быть свободным, преодолевать и все. Когда это как бы исчезает, ты не можешь это поддерживать на постоянном уровне, что довольно сложно, тогда это действительно проходит. Это то, что я хотел сказать. Окей, что делаем дальше? Хотел только добавить, что понимание слова «тшуа» как ответ и противоположность «хазарабетшила», «хазарабетшила» это просто неологизм, который сделан именно из понимания «тшуа» как ответ, которое в самом смысле совершенно неверно. То есть, в фразе «хазарабетшуа» слово «тшуа» не означает ответ, оно означает возвращение. То есть, «хазарабетшуа» это синонимы просто. Это в современном и в Лиге Шува ответ. Я думаю, надо проверить. Спросить его специалистам по Ивлиту, когда появилось такое значение. Но его совершенно точно нет в Танахе, в котором есть Шува. Бальт Шува – это традиционная? Бальт Шува – это традиционная формулировка? Конечно, да. Но слово Шува не означает ответ. Бальт Шува – это тот, кто вернулся, а не тот, кто ответил. Или вернулся он совсем не к ответу, он вернулся к Всевышнему. Поэтому Ла Шув – это, конечно, Шуву это все Танахические выражения, но они совершенно не означают ответ ни с какой стороны. То есть само по себе приписывание слову Шува – ответ это уже довольно новое явление в Ивлите. А уж Казараба Шерла, то есть возвращение к вопросу, это просто так сказать атеистическое подтрунивание или Степ над пониманием слова Хазараба Шува как ответа. Что у вас есть ответы, ха-ха-ха, у нас есть вопросы. Разумеется, в религии ничем не меньше вопросов. Это интеллектуально, как ты говоришь, Степ. Хорошо, да. Окей, хорошо. Прикол, я бы сказал. Они тебя так подкалывают. Окей, окей. Кстати, надо спросить действительно у специалистов по ивриту, когда в иврите слово Шува получило значение ответа. Можно посмотреть в словаре Эвен-Шишан, но там будет пример. Хотя, может, там и будет прям первая цитата. Ну, наверное, во времена мудрецов и дальше. Такого понятия вообще нет. Не факт. Ну да, конечно. Поэтому слово... Нет, само... Я говорю про Шува. Я говорю, что слово Шува как ответ само по себе не... просто безносительно к религии. Просто. Он оттанк шума. Он дал ответ. Я думаю, что это неологизм. Хорошо, может быть, это неологизм. Послушай, но мы же знаем историю, да, скала и все прочее. А кто бы человек так по общему понятию начинал расширять свои горизонты? Уходил, учил науку, литературу, культуру. Окей, он оставлял религию. Конечно, потому что это и было... Нет, секундочку. Это и было правильное давление мира на религию, чтобы религия изменялась. Все нормально. Да, действительно, люди оставляли религию. Это вовсе не значит, что не нужно учить науку и остаться в религии. Значит, нужно интегрировать. Поэтому я рассматриваю давление о скалы на религию как божественное давление. А вовсе не то, что некоторые не религиозные решили уйти и пошли учить науку. Это давление Всевышнего на религию. Все правильно. Религия – это наше представление о Боге. Бог их все время должен трансформировать. О Боге и о мире. Они должны все время трансформироваться. На них давление оказывает жизнь. Жизнь – это божественное откровение. Совершенно нормально. Или не меняется под давлением божественного откровения. Ты знаешь, в чем все выражается вся трансформация и модернизация иудаизма? Когда каждую субботу показывают пальцем Зот от ура. Вот тебе твой ответ. Зот от ура. Понимаешь? Хорошо. Вот твоя модернизация. Нет, нет, нет. Ладно, ладно. Не придумывай. Зот от ура осталось. И много другого. Потому что андоксальная модернизация ничего не выкидывает. Она все соединяет. Ты бы еще сказал не Зот от ура. а вообще, что читают Тару. Ну, верно. Зот от ура. А при этом мы ее читаем, интерпретируем совершенно по-новому. Это все верно. То есть наличие традиционных элементов никак не отменяет необходимости модернизации. Ну, хорошо. Да. А, вот там голова, 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 не голова, слегка рука витает над Мишей. Миш, ты хочешь что-то сказать? Я хочу спросить Петю, а почему возникает такой делей? То есть сначала надо уйти из религии, да, заняться науками, а через полвека как бы религиозно дойдет, что надо теперь наукой заняться. почему нет параллельности как бы? Возникло действительно такое развитие науки. Почему религия тут же не отозвалась на это? Почему, сказать, что не было достаточно умных людей в религии, чтобы параллельно начать это делать? Ответ, ответ. Я бы начал с того, что четверо вошли в пардес, как ты помнишь о году. и один из них умер, другой сошел с ума, третий стал обрывать насаждение, только и Абеакива смог войти и выйти. Потому что люди, слышишь, вошли в пардес, то есть обладают огромными познаниями. Почему трое из четырех просто не смогли вписаться в поворот? Потому что был очень крутой поворот истории. На крутом повороте истории маленькие машинки вписываются, простые люди, а великие мудрецы вылетают за поворот. То, что большой тяжелый грузовик, несущийся со всей скорости, ему вписаться в поворот гораздо сложнее. Поэтому мудрецам сложнее вписаться в поворот истории, культуры и развития событий, чем простому человеку. Это совершенно нормальный процесс. То же самое происходило 2000 лет назад. То есть когда все идет по прямой дороге, то эти большие тяжелые грузовики, они главные, то перевозят, так сказать, нашу традицию. А когда крутой поворот, то они вылетают за поворот. И только мало кто из них сможет повернуть. Вот я вкук смог повернуть. Остальные великие учителя 19-го начало 20-го века сионизм категорически отвергли. Вот почему? Потому что не вписались в поворот. Понятно. После того, как ты начал отвечать, за это получили Нобелевскую премию «Past Dependence Problem» «Эффект колеи». Если ты глубоко сидишь в этом, то тебе выйти оттуда тяжело. Если ты прыгаешь по кочкам, то ты можешь выскочить. Понятно. Спасибо. Я понял. Я рад, как говорится, что я говорю в русле великих. Я не знал про эту Нобелевскую премию, но очень рад, что великие люди теории движения подтверждают. Потому что на моей лекции не ходишь на Лимуде. Хорошо. Извини. Он давно вне колеи. Окей. Да, я давно пойду по кочкам свою. Он давно вне колеи. Своя дорога расчерчена. А мы идем с клубовой дорогой. Ну, хорошо. Сандар Гамут. Ну, ладно, не племеняйся. Ну, хорошо. Пойдем дальше? Окей. Я бы хотел еще заменить одну еще шалом. Шалом. Хотел еще по этому вопросу, который был задан. Равко отвечает на этот вопрос не только в том плане, что это был исторический процесс, но это также еще был вопрос с принятия душ. Души тех поколений не могли воспринять вторую объединение, которое объединяло в себя естественный мир и мир святости. Это был вопрос больше исторического процесса, как проявляется в истории. В Мамара Дор Равко об этом говорит прямо. Тахе, большое спасибо. Это очень важное замечание. ты можешь прислать цитату потом, это было бы очень важно. Я еще хочу сказать такую вещь всем слушателям, что мы кроме того, что проводим занятия по книге Равошерки, мы также ее и переводим. То есть книга готовится постепенно к переводу и изданию. Поэтому разные замечания могут войти в примечание к тексту книги, и поэтому очень важно было бы, если вы хотите прислать какие-то материалы по ней, вот в Тахе, то, что сделать замечание, очень важно, если можно, пришли, пожалуйста, подробно и точно, прямо с цитатами, и все это можно поместить в примечание. Ладно. Ладно? Спасибо. Андрей, продолжаем? Да, еще у нас осталось на сегодня две главы. Следующий пункт это воспитание ответственности, о том, как воспитать, воспитывать детей или учеников, в них это чувство, что они свободны, что они властвуют над своим сердцем и так далее. среди педагогов мы часто видим поведение противоположное тому, о чем говорилось выше. Заботясь о духовном состоянии ученика, они обычно склонны снимать с него ответственность, а когда человек чувствует, что он не отвечает за свои действия, он и ведет себя соответственно. Подростки в средней школе обычно уже вполне сознательны и способны свободно выбирать, хотят они учиться или нет. Однако система образования внушает им следующие установки. Ты здесь потому, что такой закон, ты здесь потому, что твои родители так решили или так принято в обществе. В результате подросток может сказать себе, на самом деле никто меня не спрашивал, что я хочу выбрать. Возможно, я бы выбрал учиться, но поскольку за меня уже решили, то это не моя ответственность. И таким образом ученики, впитывая эти установки системы образования, то есть это в них задавливает чувство ответственности. Как и у родителей, так и у учителей у нас есть лишь одна ответственность предоставить верную информацию. Мы не можем решать за ученика и его решение. Его решение не наше ответственность. Станет ли ученик праведником или грешником зависит только от его свободного выбора. Поэтому если учеба и моральное поведение в школе становится обязанностью, а не привилегией, это ведет к задержке взрослений. С другой стороны, ученика есть обязанность сделать себе наставника, как сказано в трактате Авод. 1 глава, 6 пункт. Поскольку духовное развитие ученика также зависит от признания авторитета. Признание авторитета это не слепое подчинение или покорность, это ориентир, с которым человек будет соотноситься. Раф Ашкенази Маниту обычно говорил, что обязанность травы перед учеником выражена в возречении трактата Авод 1.1 Хаамиду Талмидим Арбе то есть поставьте много учеников. Здесь Мишна использует слово не обучите, а слово поставьте. И это имеется ввиду, что на Рава возложена обязанность сделать так, чтобы ученик умел стоять на своих ногах. Это означает как раз сделать Арбе, сделать много. У Рава есть или у педагога есть искушение в том, чтобы держать ученика рядом с собой в защищенной среде. Но если он действительно хочет блага ученика, он должен его как раз поставить на ноги, то есть сделать самостоятельным, сделать ответственным. Это что касается воспитания ответственности среди педагогов или учителей. Есть какие-то комментарии? Нет, народ без москва. Ну, простой комментарий состоит в том, что действительно воспитание ответственности это просто центральная проблема сегодняшней педагогической системы. Что вся западная неомарксистская школа, она вся абсолютно, то есть это как бы главная вещь, это снятие с человека или тем более социума всякой ответственности и перекладывание него на обстоятельства. Человек не отвечает потому, что социальные условия, социум не отвечает потому, что он в таких условиях. Крайнее выражение этого, это нынешняя поддержка Хамаса, ну, конечно, может он не совсем хорошо поступил, но вы же понимаете, они же под оккупацией находятся, это естественно. То есть весь этот контекст и вся эта мерзость, которая сегодня идет про-хамасовская, она собственно базируется на неомарксистской концепции снятия человека ответственности за свои дела из социума. Поэтому вот эта идея воспитания ответственности это совершенно центральное, важнейшее то, что написано. Но спорить здесь не о чем, это все абсолютно правильно. Это главная болезнь сегодняшнего мира. Неомарксистская это вообще концепция социального государства, которая тебе заботится. Оно к этому неизбежно приводит? Велфер и прочие социальные поддержки это не неомарксизм, но это неизбежно приводит к тому же самому. Государство начинает человека опекать, начинает за него все решать, начинает брать за него все ответственность. Ну, хорошо, я могу согласиться, что Велфер на это повлиял, и что здесь есть соединение идей социального государства и неомарксизма, но без неомарксизма здесь все же не обойтись. Сама по себе идея Велфера, она все-таки не снимает с человека ответственности, хотя, конечно, она несколько уменьшает. Это один и тот же вектор просто неомарксизма, он идет немножко подальше. Окей, ну, сильно подальше, сильно, понимаешь, это совсем, ну, я с тобой соглашусь, что идея социального государства с неомарксизмом очень хорошо так сказать, слилась. Пинкарс, еще одно замечание. Есть два вида взятия ответственности, как у Талмуда Ирушави, и у Талмуда Бавли. Два вида ответственности состоит в том, что когда, кто берет ответственность за общество. Когда в Талмуд, например, есть Агада в Дансахет-Брахот, когда заболел сын раба Йоханена, и тогда пришел к рабе Ханина Бендоса, чтобы он помолился за него, и в том случае, когда он помолился, он выздоровел. Спрашивают гумора в Бавли, что случилось, почему сын праведника заболел, потому что он должен был соответствовать уровню праведности, такого уровня праведности к его отецу. В Талмуде Ирушави говорит другую идею, что рабе Йоханена недостаточно был, у него был какой-то недостаток в Анагат-Цибур, поэтому его сын заболел. Поэтому ему пришлось идти к Раби Ханену Бендоса, чтобы он выздоровел. В этом отношении ответственность она берется именно в Талмуде Ирушавме, именно как на Мангегим, как те, кто возглавляет поколение. Именно они берут ответственность за все остальное поколение. Не в плане как каждый за себя, а именно что те, кто ошиблись в управлении народом, именно на них есть соответствующие ответы. Вася, слушай, мне кажется, это параллельные вещи, потому что есть ответственность человека за себя, есть ответственность лидеров, но есть также в нашем мире сегодняшнем, есть ответственность тех людей, которые выдавили таких лидеров и их поддерживают. то есть совершенно разная система, когда более-менее есть традиционная монархия или традиционное руководство, не обязательно монархия, может быть идейное руководство, религиозное руководство, которое воспринимается народом как источник авторитета и тогда на таком руководстве больше ответственности. И совсем другое дело, когда это все равно кстати не снимает личной ответственности никак простого человека. А в нашем мире, когда люди сами выбирают свое руководство, то ответственность на них прямая, а не на руководителях. Несомненно, эти вещи параллельны. В нашем обществе должны быть баланс между обществом и частным лицом это именно тот баланс, который соответствует времени избавления. Именно потому, что с одной стороны, мы не можем полностью полагаться как идею на общество в целом, именно полностью на лидеров, но с другой стороны, мы не до конца даем, что ответственность на каждом даст нам возможность решить все наши проблемы. Окей, я соглашусь. Можно слово расскажу, если позволите. Почему говорится именно постановка? Вопрос как бы постановка. я считаю, что постановка это некая вертикаль. И обозначение вертикали, когда мы говорим между двумя точками, между тремя точками, то есть есть когда некое множество. И между этими точками выстраивание именно вот этого среднего. ты имеешь ввиду поставки учеников вертикально между небом и землей, условно говоря. Условно ученики сами по себе это разные точки. Они с разным познанием, с разным пониманием и еще так далее. Между ними надо поставить некую вертикаль такую, чтобы понятно было всем. Возможно она будет куда-то смещена относительно чего-то двух. Непонятно, да, немножко? Окей. Ну, я имею в виду между двумя... Окей, давайте. все равно некая вертикаль, на которую можно опираться, отнесительно на нее можно уже выстраивать ее, двигать эту вертикаль вправо, влево, вперед, назад. можно спросить? Окей. Да. Сейчас воспитание ответственности полностью лежит на родителях или школа тоже каким-то образом может воспитывать ответственность или воспитывает ответственность? Есть ли такое направление в школьном воспитании? Мне кажется, что очевидно, что без школы здесь никуда невозможно. Никакое родительское воспитание без участия школы вообще невозможно. Но у нас есть все-таки в Израиле наши дети учатся в наших школах религиозно-сионистских в основном. В смысле вахтедаки. И здесь, конечно, нужно, чтобы... И можно выбирать эту школу. И, конечно, нужно выбирать такую, где есть воспитатель. Да и вообще в религиозно-сионистском секторе нет такого перекладывания ответственности. Поэтому, мне кажется, что школа здесь, конечно, очень важна. То есть, вот процент Касва-Халила погибших людей из религиозного сионизма воспитания, да, то есть это, по-видимому, одна из тех характеристик, которые позволяют воспитывать ответственность, да, потому что мы видим как бы ответственность людей за свою страну. То есть, или... Я думаю, что здесь просто важно, что мы подчеркиваем, что это заповедь защиты страны, то есть, здесь не только вопрос ответственности, а это поскольку заповедь защиты страны, то наши дети очень мотивированы. В нерелигиозных школах есть те уроки или те... Я как-то не очень хорошо знаю, дети учились в религиозных школах, но в нерелигиозных школах существует какая-то система воспитания, ответственности, но за исключением от Софима и другие. Я, честно говоря, понятия об этом не имею, я совершенно не знаком с израильской нерелигиозной школьной системой. Никогда с ними на практике не сталкивался, кроме новостей. Я думаю, что да, в рамках подготовки к армии вообще, я думаю, что да, вполне. Я думаю, что да. Я думаю, что да. А есть такая подготовка к армии? Я так понимаю, что действительно, если посмотреть на то, что происходит, то люди, прошедшие Цуфим, у них действительно как-то... Цуфим в смысле или религиозный, или нерелигиозный, или... у них действительно как бы... То есть вот эти вот внеформальные школьные действительно являются воспитателями ответственности. Вопрос был, существуют ли в рамках как бы обучения какие-то вещи, которые воспитывают ответственность. Я действительно правильно сказал, в религиозных школах это существует. По-видимому, вопрос был вне религиозных. Хорошо, спасибо, я понял. кто из нас с этим сталкивался серьезно реально по жизни. Никто. Все дети присутствующих израильтян, все они учились в религиозных школах. Не, но очень важно еще Цуфим Бнаакива. Мне кажется, там это воспитывается еще сильнее. Окей, может быть, но это он оценивает. Это все единый комплекс. Я рад Шулай, он и такое замечание, у меня такое ощущение на примере того, что сейчас происходит война, мобилизация, мотивация солдат, у меня сложилось такое впечатление, что главное отличие между религиозным фундаментом человека, который выстраивает его как молодого, который смотрит в жизнь, и нерелигиозным, мне кажется, что главное отличие заключается в том, что религиозный фундамент он делает в основном и очень сильный, может быть, основной акцент на коллектив, на общество, вот этот церуф милим ам-исраэль, человек, ну, не религиозный, он не говорит ам-исраэль. Так не принято говорить. И сразу тебя определяет, в какую область ты относишься. С другой стороны, все, что касается другой страны, естественно, это главный акцент на традиционные западные цены, а именно индивидуум, персональный человек, моя жизнь, я строю свою жизнь и так дальше. Поэтому вот эта окрова, приношение себя в жертву вообще, и в прямом смысле, и как бы не в прямом смысле, это фундамент религиозной подготовки. У меня такое ощущение. Ну, это только в последние годы. До этого очень муссировались ам-исраэли, все, что угодно, первые там 70 лет государства. Последние 10-15 лет, может быть, меньше. Я это вижу на своих детях тоже, кстати говоря, это очень видно. Мне кажется, вот этот раздел левых и правых сегодня, на мой взгляд, он очень сильно проходит именно по этому пункту. Именно по этому пункту. Мне кажется, что то, что Петя подчеркнул, воспитание ответственности является более важным. И оно присутствует и неорелигиозно. Потому что работая, ты встречаешь людей, которые есть ответственные люди, отвечают за свою работу, и есть неответственные. Поэтому воспитание ответственности не всегда связано как бы с религиозностью. поэтому я и спрашивал, что в нерелигиозном воспитании воспитывает это действительно совершенно необходимое и важное качество как ответственность. Ответственность за себя, за семью или ответственность за общество? Когда у человека есть ответственность, он распространяет, понятно, прежде всего это на семью, но когда он сталкивается с такой ситуацией, которая происходит со стороной, он тоже видит ответственность. ответственность это как бы человек отвечает за то, что происходит в мире, поэтому это действительно очень важно. Я не уверен, что религиозное воспитание воспитывает ответственность. Еще раз нахуй. Я как-то не уверен, что религиозное воспитание воспитывает ответственность. Поэтому я спрашиваю. Много ответственность они воспитывают. Поэтому я и спрашивал, что воспитывает. Нет, ты спрашивал про нерелигиозную школу, а я и про религиозную. Да, но в религиозной школе, учитывая, знаю, детей, у них воспитывалась ответственность. У определенного контингента, а у других религиозных школ не воспитывалась никакой ответственности. Возможно. Но что я подчеркнул, мне кажется, больше ответственность воспитывается именно в Неакива и в ЦУФИМ. Я больше знаю ЦУФИМ. Дети у меня были в религиозных. Мне кажется, что мы здесь эту тему уже обсуждаем. Уже немножко пошли. Хорошо, это наши знаете. Есть вопрос, если можно, один вопрос. Да, нет проблем. Тоже про ответственность. Почему, как бы, если действительно ответственность такая важная вещь, то большинство девочек религиозных идут на социальную работу и социальное государство для религиозных. Как бы, очень важно, и мы уже говорили об этом, что социальное государство, оно снимает значительной степени ответственность. Миша, то, что ты поднимаешь вопрос, это вопрос совершенно отдельный. Давай его обсудим в дискуссии с Нахманом. Хорошо. Твою дискуссию. Давайте сделаем твою дискуссию с Нахманом социальным государством. Но это отдельная важная тема. Окей, хорошо, хорошо. Но все-таки одна девушка далеко уже ушла совсем. Мы основное сказали, мне кажется. Нет проблем. Мы пошли в колею. Да. Окей. Андрей, давай, давай. Андрей. И последняя глава, которую мы разберем с Божьей помощью сегодня в большой теме про склонность к озлу, это техника. Техника Большемтова борьбы со злом. И там есть три этапа. Ахнаа, Авдала и Амтака. Я перевел как покорение, отделение, подслащение. На самом деле, кроме отделения, тут не очень простой перевод. Итак, согласно Большемтову, борьба со склонностью к козлу состоит из этих трех этапов, которые он называет «Покорение, отделение, подслащение». Первый этап. Ахнаа. Покорение. То есть, привести Ецар к тому, чтобы оно покорилось. Это действие, которое обычно объясняется в книгах о мусарах. Это борьба против сил Ецара и покорения этих сил. И на этом этапе нет других вариантов, кроме как покорить эти силы, поскольку грех запрещен. Но в этом действии есть две ключевые проблемы. Во-первых, покорение вот этой склонности к козлу требует от человека огромных усилий. И вторая проблема, что желание совершить дурной поступок остается в сердце человека. То есть, покоряя склонность человека, только подавляет ее. Подавляет, чтобы она не вырвалась наружу. Вторая стадия отделения, авдала. Человек отделяется, покорив свое побуждение сделать преступление, человек отделяется от него, отделяется от своей склонности к козлу. Грех уже не влечет его, и человек больше не стремится к нему. На первый взгляд это выглядит высокой моральной ступенью, но на самом деле цена высока. Человек уменьшил силы своей души. Как мы учили раньше, силы склонности к козлу, они переплетены с личностью человека, с его желанием жить, с его силой жизни, с его любовью к этому миру. Поэтому, если он покорил и отделился, то он уменьшил силы своей души. Это проблема. И он уже не так полон жизни, как прежде. И третья стадия это амтака, называется подслащение. Подслащение тут прямой перевод. Нужно пояснить, что значит подслащение. Что мы не изменили объект, не сделали его другим. А мы только как будто добавили приправу, что зло осталось злом, но мы добавили к нему как-то подсластили. Подслащение судов есть такой термин. На этом этапе человек использует те силы, с которыми он боролся на первом этапе, которые заставляли его совершать зло. Использует их теперь, чтобы делать добро. И после этого этапа подслащения душевные силы человека могут действовать в равновесии. То есть вначале он покорил, потом отделился, потом он вернулся к ним и начинает их уже использовать для добра. То есть эти силы не нужно подавлять, их можно даже использовать в положительных целях. И дальше такая история, которую приводит Раф Ильяху Давидас, каббалист 16 века из Цфата. И в книге «Начало мудрости» в разделе о любви в 4 главе он описывает ступень любящей Бога. И в конце своих рассуждений приводит историю, написанную Рафом Ицхаком Изака. Это история о простом человеке, который увидел однажды дочь короля и влюбился в нее. Он подошел к ней и спросил, когда мы встретимся. Она ответила на кладбище. Она имела в виду, что они никогда не встретятся, только после смерти. Но человек подумал, что она назначила ему встречу на кладбище, что она говорила всерьез. Тогда он отправился на кладбище и стал ждать ее там. Он ждал ее долгое время с большой надеждой, его сердце было полно любовью к ней. И по мере того, как время шло, а дочь короля не приходила, его любовь становилась все более абстрактной и чистой. И в итоге она превратилась в любовь к Богу. Раф Ильяго Дэвидас завершает эту историю словами Рафа Ицхака Даминако «Тот, кто не к женщине, похож на осла и даже ниже его. Ведь только из своих чувств можно построить служение к Богу». То есть тот, кто не знает, что такое любовь к женщине, не способен понять, что такое любовь к Богу. Вот это стремление, склонность, которая в отрицательном пределе является каким-то развратом, ее можно на этапе Амтака, на этапе подслащения превратить в любовь к Богу. Более того, как любить Бога, мы учим из любви к женщине, то есть из качества, которое естественно для человека, которое вложено в него. Это и есть вот это Амтака, подслащение. То есть любовь к Богу начинается с тех сил, которые включают в себя любовь к женщине. И без правильного использования этих сил человек не может преуспеть в своем служении Богу. У меня все, есть какие-то комментарии. Народ, нам Кулехов подсоединился. Да. Я могу только сказать присоединяюсь к предыдущему оратору. В смысле про осла? Ну, вообще да. А почему на осла? А есть комментарии, почему на осла? Какие проблемы с ослом? Имеется в виду, по-видимому, и шаг, то есть кастрированный этот осел. А, да. Я не знаю, у ослов, по-моему, все нормально с этим, Все нормально, но и шаг имеется в виду. А, окей. Ну, хорошо, это было важное уточнение. Да. А второе как бы уточнение, что истинно как бы испытать чувство веры Бога могли только мы, когда у нас период совпал с периодом половой зрелости как бы примерно одновременно в возрасте 20 плюс лет. То есть ребенок, воспитанный, так сказать, верив в Бога, ему будет как трудно перейти потом. Да. Потому что он уже знает это чувство, что такое Бог и тому подобное. то есть человек, который как бы верил в Бога до того, как испытал любовь к женщине, ему как бы будет очень сложно, мне кажется, это все объяснить. и почувствовать. То есть цитаты это как бы подразумевают последовательность. Наверное, да. Иначе это как бы сложно, мне кажется. Ну да, почему именно так? И вдруг ты испытал любовь к женщине и понял, что это такое. Да, как это связано вообще непонятно. А наоборот, это вот как у нас было. Ты знал, что такое любовь, и когда ты испытал как бы веру в Бога, ты понял, какое это чувство. Ну да, еще подумал, что основом все-таки плохо быть. Окей. Ну хорошо. Небольшое замечание. Рав Ильяль Цайтлин в книге на «Альгвульштеяламод» на границе двух миров говорит другую вещь. Одну вещь, что когда высшее чувство и он приводит Равильяу Давидаса как идею, но он подвигает эту идею более широко. Он говорит, что две совершенно низменные с одной стороны низменные чувства человека и высшая любовь к Творцу это две грани совершенно неотделимы друг от друга. Поэтому когда мы говорим, что одно может быть без другого, мы не говорим, что одно должно исключать другое. В этом плане синтез два этих идеала это собственно и есть то, что наши души могут устранить сегодня. Окей. Народ. Мне кажется, что на этом как раз нам нужно закончить на сегодня. сегодня. Ну, хорошо. Ну, было замечательное обсуждение. Спасибо. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо. Особенно Анею, который готовит материалы. Да, Андрей потрясно готовит, переводит. Мы без него просто вообще. Как ослышал. Да, ладно. Спасибо. Следующая тема по поводу выбора и там как раз будем обсуждать марксизм и другие детерминистские идеологии. А, кстати, кстати, может быть стоит перевод, поскольку он есть или что-то выкладывать линк на ивент. Надо сделать будет ивент сейчас и на него выкладывать заранее текст и перевод и схему, чтобы люди могли прочитать что-то, подумать и соответственно участвовать в обсуждении заранее подготовленными вещами. Хорошая идея. Я за. Окей. Ну, хорошо. Замечательно. Называется следите за нашими ивентами. Адрей положит туда все материалы к следующему уроку. Окей. Очень приятно встретить людей. Встречаемся через неделю. Очень приятно встретить людей, с которыми по жизни давно не встречались. Вот, Миша, например. Окей. Все. Все. Тогда всем привет. С новым финансовым годом, но финансовым счастьем. Да. Семь. Окей. Пока. Пока. Пока.